Всем привет! Сегодня у меня была якобы неизвестная посылка. Пока готовился к съемке этого видео, вспомнил наконец-то, откуда эта посылка и что тут пришло. Но самое интересное, когда мне пришел квиток о посылке, там место отправления стояла Киргизия. Киргизия авиа. Я очень долго не мог въехаться. Думаю, кто мне с Киргизии мог что-то отправить. Впервые получаю таким вот треком непонятным, так что долго стоял в ступоре и не мог сообразить. Итак, это у нас пришел вот такой держатель телефона в машину на липкой основе. Теперь расскажу, почему я его заказал, почему я его купил. С этой стороны он не должен быть липким. Прям как будто типа маслянистый. Вот такой держатель. Не буду снимать вот эту нижнюю. Вот это все надо протереть, как будто он прям как будто масляный, как будто отлитый. Вот так он находится, держится. Не знаю, как сказать. Теперь расскажу, зачем я его купил. У меня вот такой большой телефон. Ой, 5,3 дюйма шириной, диагональный. Все собрал. И тут я телефонами пользуюсь как GPS-навигаторами. Еду в другой город, включая сюда Navitel, дубль ГИС и так далее и тому подобное. И пользуюсь потом в другом городе как этим GPS-навигатором. И тут собрался я, когда поехали в отпуск, достаю свою держалку для телефонов таких и понимаю, что просто не хватает размера. Это даже перед отпуском еще было. Месяц посылка шла, думаю, какой блин это. И тут понимаю, что телефон мой не влазит туда. И вот я решил заказать такую штуку. Долго думал, куда бы я мог бы приделать. Что-то она мне тоже как-то не очень-то. Очень долго не знал, куда приделать его. Да, что-то я, если честно, вступил. Очень большие телефоны. Она тоже как-то очень плохо держит. В принципе, вот так вот держит ничего. О, даже не будет падать. Скорее всего, надо, может, наоборот. Тут ровненько, ровненько, ровненько. Ну, хотел, по крайней мере, попробовать. Во, да. Теперь вот он стоит, телефон ровно. Почему вот так вот падает в ту сторону, не знаю. Но стоит, тем не менее, ровно. Теперь можно навигатором пользоваться. Можно просто положить его. Да, даже для такого он тоже многовато. Вот блин, придет мне телефон, допустим, 5,7 дюймов. Куда его вообще ложить? Хотя, по крайней мере, можно положить и никуда ничего не денется. Можно положить другой телефон. Например, телефон жены. Он чуть-чуть поменьше у меня. И тоже будет нормально. Вот не знаю, теперь буду, не буду использовать, потому что он маленько смущен. Но, тем не менее, у нее еще вот такая вот липкая основа. Она как бы не липкая, но очень к ней прилипает. Ну, если честно, я думаю, что, наверное, будет еще и грязь прилипать сюда. Вот. Потому что какая-то она вроде бы то ли маслянистая, то ли не маслянистая. И до конца непонятно. Ну, а по идее все выглядит вот так вот, как на картинке. Вот так вот телефон можно поставить, так вот можно положить. В принципе, да, все-таки большеват у меня телефон. В принципе, можно тут вот маленечко подшаманить, подрезать уголочек. Он будет, я думаю, стоять вполне нормально. Но еще один вопрос остается. Как вот эта штука будет себя вести во время мороза? Потому что она достаточно мягкая. А у нас мороза минус 50 бывает. Ну, минус 35, минус 40. Я думаю, она просто задубит. Ну, ладно. Вот такая вот штука. Буду тестировать, смотреть, пробовать. Не знаю, как сказать. Может быть, даже запишу видео, как я буду пользоваться такой держалкой. Буду ли вообще... Может быть, запишу видео, что не буду пользоваться и покажу, почему. Ладно, вам же спасибо. Ставьте палец вверх. Пока.